Слышь, ну а Костя-то круто, а? Костя-то очень круто! Так, ну по управлению, я вам скажу, не тяжело Легко приноровиться Самое главное, как она качественно кушает все А кушает она действительно хорошо Могу сказать, что пока это одна из самых комфортных косилок, которые я косил Ей очень легко работать, она не тяжелая Она производительная, как вы все видите Субтитры сделал DimaTorzok Так, целлофанчик сниму Всем привет, друзья! Вы на канале садовой техники Gardenstalk Меня зовут Алексей И я его ведущий А вас я всех снова рад видеть У нас это Травас, человеческий рост И у нас две фирменные газонокосилки от компании Zimani Модификации похожи, вроде бы друг на друга Но совершенно разные Одна идет с удлиненной базой Вторая укороченная Одна идет с полноценным дифференциалом Вторая, ну скажем так, знаете На мотоблоке продаются такие вот насадки Типа удлинители осей, которые с зацепами идут Вот такая же система Моторы Zonction 270, 9 лошадиных сил Захват что одной, что второй 60 сантиметров И наша задача их сегодня протестировать Почему протестировать? Ну потому что они в корне отличаются от других мульчеров От других вездикосов Почему? Потому что принцип будет совершенно другой И наша сегодня задача протестировать эту косилку И понять, что же все-таки лучше косит Именно такой вариант Либо классический стандартный, к которому вы привыкли По возможностям моторы бензиновые Четырехтактные на 9 сил Есть регулировка высоты Регулируется вот этим вот роликом То есть вы его крутите вниз-вверх И тем самым задаете хоть от нуля Хоть до 8 сантиметров Колесики разные будут тоже, да, обращаем внимание Здесь небольшого диаметра они Но сами все широкие, с хорошим зацепом Здесь диаметр будет больше колес Сам протектор глубже Но толщина протектора будет меньше По регулировкам Ну, все аналогично, да, тем же самым патриотовским косилкам Или которые мы там тестировали Другие косилки Рули регулируются лево-право-вверх-вниз Подрост Но что мне больше всего понравилось Обратите внимание, да Вот где вы и где режущая часть То есть вы идете У вас не как вот в этой патриотовской косилке Ноги об колеса трутся И руль короткий Здесь именно руль, что у одной, что у второй газонной косилки Опа Дифференциал защелкнул Руль длинный Поэтому вы находитесь, во-первых, на максимально удаленном расстоянии от режущей части Что по технике безопасности, естественно, лучше И во-вторых, вам просто удобнее с ней работать Это естественно Это тоже будет лучше Сами косилки все агрегатируются Как передней, так и задней передачей Здесь будет две вперед и одна назад Дроссель Регулировка И здесь у нас что это Ручка регулируется Влево-вправо Что еще интересно Что, вот видите, здесь даже Есть специальный Типа а-ля фаркопа Можете что-то зацепить И если нужна какая-то транспортировка Каких-то грузов куда-то Можете претранспортировать И у второй косилки тоже вот такой вот примитивный зацеп есть Передача Передача у них идет ремень То есть ремень у нас идет на редуктор Вот он, вал выходит Первый ремень ушел на редуктор И удлиненный вал Здесь будет два ремня эти на режущую часть Режущая часть, что у одной, что у второй косилки Они совершенно одинаковые Спереди вот такие вот колесики Они будут нерояльные То есть здесь они вращаться не будут вокруг оси Поэтому наша задача сегодня понять Насколько ей легко управлять Раз Ну и самое главное Насколько она хорошо косит Это два Давайте начнем с более простой версии Которая идет без полноценного дифференциала Чтобы завести эту косилку Что вам нужно будет сделать Дроссель здесь Ну, фиксируем его там на средних оборотах Зажигание у нас как есть на рулевой колонке Так и на моторе Ну, на моторе, наверное, включили и забыли про него А вот здесь уже вы будете управлять, глушить Либо заводить ее Далее Ну, все стандартно, да Под воздушным фильтром у нас находится кран бензобака И здесь же у вас заслонка воздушная Заслонку закрыли, кран бензобака открыли Запускаем Раз Так Зажигание-то я самое главное не включил Вот он Сейчас чуть-чуть подождем Она прогреется Мусор уберем в карман Смотрите, я надеюсь подождем Слышь, ну а Костя-то круто, а? Костя-то очень круто! Так, ну по управлению, я тебе скажу, не тяжело, легко приноровиться. Самое главное, как она качественно кушает все, а кушает она действительно хорошо. Слышь, ну а Костя-то. Слышь, ну а Костя-то. Могу сказать, что пока это одна из самых комфортных косилок, которые я косил. Ей очень легко работать, она не тяжелая. Она производительная, как вы все видите. Мне пока нравится, правда. Одна из немногих, с которой я справляюсь одной рукой. Смотри, как размолотила муравейник. Та-то. То-то. То-то. Съедает на раз-два. Ты посмотри, как кушает. Такое впечатление, что у нее очень хороший аппетит. Слушай, ну вот этих дифференциалов вполне хватает. Музыка Музыка Я могу сказать одно, что я многими мульчерами, работал. Она реально удобная. Да, она реально удобная. За счет своей длинной базы, за счет того, что колеса с очень эффективным протектором. Вы обратите внимание, пойдемте вместе с вами посмотрим, по каким косогорам мы ползали. Ну, во-первых, как она справляется с травой, да? Здесь вопросов не должно вообще быть. Причем, если вы думаете, что здесь только сухая трава, ничего подобного. Вон, полно лосоки было. Эта трава очень тяжелая, даже для кошения триммером леска такой вообще не косит ее, косит только ножом. Поэтому кость, она очень хороша. Вот, здесь мы провалились. Косилка шла боком. Косила. Нормально, да? Я думаю, эффективно. Видно наглядно. Здесь у нас был муравейник. Забабахало, разбабахало в пух и прах. Больше муравейника нет. И теперь смотрим, какой рельеф ей нужен. Здесь яма, здесь подъем, здесь опять яма. Косилка проработала, ну, очень эффективно. У меня других слов нет. Но самый основной плюс, конечно, удобство. Потому что ей было реально удобно работать. Давайте сейчас заведем вторую и попробуем. Потому что вторая вообще на дифференциалах, поэтому управлять ей будет сказочно. Да, ну, еще один важный момент. Потому что до этого мы косили каким-то везде косом, который был мощностью, по-моему, 6,5 или 7 лошадиных сил, бензиновый, оно захлебывался. Реально захлебывался. Девятки вполне хватает. Вот, честно могу сказать, 270 кубов. Вытягивает 60 сантиметров захват. Вообще делать нечего. Так, зажигание включаем. Здесь у нас тоже включено зажигание. Дроссель давайте на средние обороты. Заслонку воздушную закрываем и запускаем. Сейчас полминутки прогреется. Ну, это аппетит не хуже, я тебе скажу. С аппетитом у них все хорошо. Хорошо. Сейчас, секунду, остановку сделаем. Хочу обратить внимание на фракцию, которая здесь выходит. Она действительно достаточно мелкая. С учетом того, что здесь у нас творилось. А травы здесь больше, чем по поясу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я заглушу секунду Знаешь, какой интересный момент? Что мне непонятно? В косилке есть дифференциал Все как бы круто, удлиненная база Все отлично Но, во-первых, у этой центр Тяжести, ну, скажем так Он чуть-чуть выше За счет этого мне показалось Даже, что у нее проходимость интереснее Потому что вы видите, да, косилка практически лежит На земле Это раз Второе Ну, блин, какого фига нельзя было сделать передние колеса рояльными Ее можно было разворачивать вообще бы На одной рукой бы, легко бы Это было бы просто Но вот сейчас, да, чтобы ее повернуть Ее в любом случае приходится приподнимать на задние колеса Вот, ну ее сначала приподнимаем И потом делаем поворот Ну, если бы они рояльные были Мы бы просто чуть-чуть нагрузку сделали бы Влево-вправо, и она бы сама развернулась Почему нельзя было сделать, не знаю Траву, человеческий рост Уработали всю с первого прохода Нигде мы здесь два раза не проходили Да, где-то там сухая трава была Конечно, фору дали, можно сказать, этим косилкам Но в любом случае, они реально эффективны Что касается эффективности, вопросов к ним нету Мощности хватает Ширина захвата здесь даже, мне кажется, можно и побольше было бы сделать Есть вопросы вот к этой косилке Какой вопрос? Смотрите Сам мотор находится внизу Видите, вот это все Вот это все вот так вот налипало Вот, 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 сейчас вот видите, как налипает Вот, я просто боюсь Будет ли достаточно воздушного охлаждения этому мотору Но здесь, опять же, мы косили сухую траву Практически где-то она там сухая Где-то вот эти вот соцветия, поэтому они липят Если косить обычную траву, я думаю, таких проблем не будет В этой же косилке, за счет того, что сам редуктор немного по-другому Колеса больше диаметром Мотор стал выше Могу однозначно сказать По проходимости мне показалось, что она чуть проходимей Несмотря на то, что у той были дифференциалы С дифференциалами в любом случае будет интереснее работать Но и этих дифференциалов вполне вот как-то для бытовых целей Мне показалось, что, ну, я скажем так Я разницу не заметил полноценных дифференциалов Либо вот этих вот удлинителей якобы дифференциальных Поэтому именно в работе разницы не будет Я вам точно могу сказать А за счет того, что мотор поднялся Вот это вот, мне кажется, даже интереснее Хотя кость они, если сравнить с каким-нибудь Патриотом РХ-900 Ну, вы сами видели РХ-900 так не косит, друзья Это на порядок лучше Вот так вот, не в разы, не в два А прям на порядок лучше При той же самой мощности При тех же характеристиках ширины захвата Косит она в разы лучше Поэтому, конечно, эта косилка, да, мне гораздо больше понравилась Тестируем и будем тестировать Почему? Ну, потому что мы хотим для вас выбрать Самое лучшее предложение, которое есть сейчас на рынке Чтобы это было идеальное соотношение качества стрижки Ну и, конечно же, ценовой политики Поэтому, друзья, к следующему году подберем для вас Самый лучший аппарат, который есть на рынке По самой лучшей цене, естественно Поэтому, если вы еще не подписались на наши площадки Типа YouTube-канала, Яндекс Дзена То сделайте это прямо сейчас Тестируем, выгружаем полноценные видео Где показываем, как какая вещь работает И насколько она полезна Всем, друзья, спасибо за внимание До свидания, до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok